Знаете, как сердце реагирует на события? Если тебе что-то не положено, сердце очень сильно горит, она хочет события. Но такого события никогда не будет. Вот, например, решил купить квартиру, да? Хорошую квартиру. Деньги есть уже, все. И тебе говорят, такая хорошая квартира стоит за так, в самом лучшем месте. Она вообще просто сияет, вся эта квартира. Ну, то есть она просто супер. И надо быстрее покупать, быстрее, иначе кто-то другой купит. И у тебя внутри, ааа, быстрее. Неблагоприятно. Там тебя обманут, там все будет плохо, в квартире засада, ловушка. Теперь второй вариант, смотрите. Есть квартира, у тебя в сердце все спокойно. Да, как мы покупаем, все нормально, сердце спокойно реагирует. Не бежишь, не трясешься. Ну, само собой. Точно так же девушка встречает парня. Она уже стала какой надо. Она уже развилась как личность. Она уже и так ей хорошо, без мужика. И само собой она встречает парня. Само собой. А не то, что она кого-то увидела, ааа, вот она. Это неблагоприятно. Это значит, что он тебе будет мучение доставлять, человек. Если ты ненаполненный, встретил судьбу, спорт лото ее выиграл, ненаполненный, удача пришла в твою жизнь, это капкан, это неудача. Счастье настоящее в жизнь приходит, само собой. Приходит время, оно приходит, и ты даже и не сильно замечаешь. Просто пришло и пришло, нормально. Но если человек ждет удачу, он хочет чудо, тогда будет страдание. Мы все, конечно, хотим чудо. Потому что есть духовный мир. Знаете, есть все соткано из одного счастья, из зоны жизни такая. Живые существа без материальных тел живут. Вот как души. У души есть духовное тело. Оно такое же, как материальное, но только оно бессмертное. Понимаете? Потому что люди думают, что все воскреснут как бы на земле. Это неправильное мышление. Когда человек побеждает свою судьбу, он получает духовную жизнь, духовное тело вместо материального. Есть духовные миры, в которых те, кто уже сдали все свои экзамены, живут. А здесь мы живем, как бы сдаем экзамены. Поэтому, как бы, есть, конечно, такие места, где все из любви соткано, где все красиво и нет, как бы, страданий. Но не надо об этом думать. Надо здесь просто служить, всем работать над собой. Придет время, и ты туда попадешь. Вот как только я начал заниматься духовной практикой, мне Господь начал чудеса показывать. Просто настоящие чудеса. Сразу же. Я не достоин был этих всех вещей. Я не знал, как побеждать судьбу. Просто он мне показывал. Один раз я иду по улице, начал молиться, только начал молитву. Читаю молитву, иду, читаю молитву. И чувствую, что сейчас сестра, отец и мать погибнут. Они ехали к родственникам на Урал и Стольятти. Все втроем прямо сейчас должны погибнуть. Я такой остановился, на них настроился и начал очень с большой верой молиться. Минут 10 прошло, раз мне легче стало. Пошел дальше. Потом они приезжают назад и рассказывают мне. Едем по дороге, навстречу КАМАЗ. Сходит со своей полосы и выходит навстречу. И прямо на них едет с огромной скоростью. Они в кувет сворачивают, он тоже в кувет сворачивает. То есть нет никакого решения. Ну то есть, и просто они разминулись с ним буквально в долю секунды. И полетели на обочину. Там нас насыпана же дорога. Они вот туда полетели. Вот. Это было между городами, там просто шоссе. И машина прямо летела, летела и встала на все четыре колеса. Чуть-чуть проехала и встала. Все, никаких повреждений, ничего, вообще ничего нет. Они посидели минуты две, три просто вот так застывшие. И в это время они, мама сказала, сестра сказала, что они почувствовали смерть. Они почувствовали, что сейчас, может быть, прийти смерть. Но она почему-то не пришла. Я когда хронологически взял вот это все, когда это произошло, это совпало с тем моментом, когда я шел по улице. Это было у меня настоящее чудо. Потому что молитва спасла жизнь близких людей. Это факт. Потом дальше было много других событий, которые уже не являлись такими чудесными. Это была закономерность, но это было закономерное чудо. Один раз мы так коллективной молитвой спасли жизнь своему сотруднику. Он утравился бутулизмом, потерял зрение на одном глазу, его парализовало на пол тела. Он перестал дышать. Вовремя его привезли в реанимацию. В реанимацию перестал дышать. Сделали искусственное дыхание. И так он лежал неделю в этом состоянии. Как-то все были парализованы этой ситуацией. Но его жена заставила нас молиться. Мы пришли все и как бы решили молиться до последнего, пока мы не почувствуем, что он будет жить. Мы начали молились, 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 молились. Я решил, что я не буду двигаться, пока он. Я не почувствую, что он будет жить. Аскезу совершал. У меня все тело налилось свинцом. Я чувствовал, что я сам сейчас, наверное, что-то со мной произойдет. В какой-то момент все тяжелее, тяжелее, тяжелее. Я психически становился, атмосфера нагнеталась. Такое чувство, что не будет жить. Он не будет в сердце. Он не будет жить. Не напрягайтесь, не будет жить. Все. Никакие шансы. И мы молимся, молимся. И в какой-то момент раз такое что-то произошло. Сердце будет жить. Чудо. У всех сразу, все почувствовали сразу. Молитва стала сильной, такие все радостно начали молиться. И в это время он задышал там, приниматься. Потом он рассказывал. И он тоже думал, не буду жить. Он лежит в сознании, не буду жить. Потом раз, буду жить. Начал дышать. Чудо. Чудо. У него все восстановилось потом. Зрение восстановилось. Ну сейчас нормальный человек. Все у него пришло в норму. Все нормальный человек. Немножко слабость. А так нормально. Много-много таких случаев. Я не буду себе рассказывать, потому что меня критикуют, что Олег Геннадьевич постоянно хвалите себя на лекции. Говорят. А я просто не знаю, что сказать. Я знаю, что если у меня что-то произошло, вы это услышите. Если я еще что-то буду рассказывать. Я знаю много таких случаев разных. Но это все как-то непонятно. Но когда вот у тебя что-то произошло, это понятно. Очень понятно. Спасибо. Спасибо.